Были там предложения и затопить паром Керченский с тем, чтобы сбить темп захода военных. Были какие-то возможности, не знаю, выставить БТР на полосы, на взлетные полосы, но они перебрасывали вертолетами военнослужащих. То есть можно было сбить темп. Можно было существенно сбить темп, если бы своевременно, там очень короткое, то есть такое небольшое окно возможности было для смены крымской власти. Спикера и премьера. Это могло бы повлиять на ситуацию и очень существенно осложнить путинские планы. Но сказать, что можно было оказать вооруженное сопротивление, я могу сказать, что власти тогда в стране не было. Ее просто юридически не существовало, потому что правительство Украины образовалось вечером 27-го, а в 4 утра 27-го уже произошел захват Совмина и Верховной Рады Крыма зданий. Поэтому, во-первых, некому было отдавать команды, во-вторых, некому было исполнять эти команды. И в-третьих, хочу вам сказать, что если бы прозвучали выстрелы, то высокая вероятность того, что в тот момент времени Путин мог реально зайти танками в Киев со стороны Чарлья. Вы знаете, что в той воспаленной голове, какие мысли и где барьеры, за которые он не готов перешагнуть, очень сложно сказать, потому что никто не мог, не знаю, полтора года назад поверить в то, что Путин пойдет войной на Украину. И точно так же, так сказать, мы, может быть, сейчас не верим, что он зашел бы в Киев.